Вы знаете, у меня есть более важная и более ключевая информационная составляющая сегодняшнего дня. Ну, сегодня вы видели, что оба субъекта, субъекта с патологической ненавистью к миру, это господин Путин и господин Лукашенко выступали перед детьми с очень странными заявлениями. Так вот, среди всего этого наговоренного господин Лукашенко, как человек, который не умеет держать язык за зубами, наговорил очень важные вещи для нас, для нашего внутреннего рынка, кстати. Вот он сказал такую странную историю, рассказал. Он сказал, что мы тут наблюдаем, что между господином президентом Украины Зеленским и военными существует какой-то конфликт, который мы ожидаем, что он приведет к удару со стороны военных по президенту Украины, и таким образом они выставят ему ультиматум, типа надо заканчивать войну и садиться за стол переговоров. То есть, грубо говоря, господин Лукашенко таким образом показал, откуда все вот это. Вы знаете, у нас же долгое время говорилось о том, что есть какой-то конфликт, многие наши журналисты тоже в это втягивались. И так далее. Так вот, господин Лукашенко, не хотя, но проговорился, что это одна из ключевых и псошных историй, то есть специальных информационных операций, которые занимаются русские в Украине, которые вот это масштабируют историю о фейковом конфликте между президентом и военным. И Лукашенко говорит, что они ждут, что военные устроят переворот. Помните, в самом начале вторжение было вот это, мы ждем. Помните, Шойгу выходил где-то на второй или третий день и говорил, мы ждем от украинских военных правильного поведения, что они войдут в бункер и расстреляют весь там представителей правительства и таким образом совершат правильные действия, устроят переворот. И после этого мы с военной хунтой там о чем-то договоримся. Так вот, Лукашенко говорит, что оказывается этот сценарий есть и дальше, он продолжает работу только в уже измененном виде. И, соответственно, вся вот эта информация, вся вот эта истерика о том, что между верховным главнокомандующим, господином Залужным, военными есть какой-то конфликт, и на самом деле этого конфликта, естественно, нет, мы об этом постоянно говорим, но вот мы теперь понимаем ключевой стратегии, для чего это все время вбрасывается в наше информационное пространство, потому что оказывается и Лукашенко, и Путин ожидают, что вот это завершится, опять же, военным переворотом, к появлению какой-то хунты, с которой Россия быстро договорится о чем-то. Вот я считаю, что на сегодняшний день, наконец-то, мы проясняем и позицию по Запорожской атомной электростанции со стороны МАГАТЭ. Ну, то есть достаточно странно вот эта короткая, собственно, миссия. И, с другой стороны, мы проясняем по поводу того, что это за история со постоянно повторяющимся конфликтами между военными и главнокомандующими, которого нет. С третьей стороны, мы понимаем, что, условно говоря, Россия, это уже я говорю о словах Путина, да, то есть он тоже выступил, что Россия словами Путина четко сказала, что главная цель СВО, так называемая, то есть войны против Украины, это уничтожение территории Украины, на которой расположен антироссийский анклав. То есть сегодня господин Путин четко сказал, что война будет идти, пока он не уничтожит Украину. Соответственно, сегодня мы, наконец-то, окончательно для всех поняли, что никакой переговорный процесс, о котором русские постоянно через кого-то говорят, то Шрёдер там придет говорить, да, то еще кто-то придет и говорит, что давайте все-таки садиться за столом переговоров, о чем-то договариваться, не подходит. Потому что господин Путин прямым текстом сегодня заявил, мы считаем, что антироссийский анклав под названием Украина должен быть уничтожен. Я считаю, что должна произойти обратная реакция. Мы должны провести контр-специальную операцию, которая позволит России пойти на существенную трансформацию своей политической системы, и в России начнется революционный процесс. Редактор субтитров А.Семкин